В области здоровья, сохранения молодости, со стажем уже более 25 лет в области здорового питания и активного... Вот слово «долголетие» как-то на уста не ложится, глядя на нее, но просто зная ее возраст, ну как бы уже можно говорить об этих вещах. Поэтому встречайте голодного Наталья! Я не буду стараться, потому что то, что сегодня мы будем представлять, лично меня очень воодушевляет, и вы, наверное, поймете к концу нашей встречи, почему. Хочется мне начать встречу с вами со слов одного очень известного писателя, французского Андре Моруа, он же являлся общественным деятельностью, деятельностью в своей эпохе. Он сказал о том, что стареть — это дурная привычка, на которую заняты к людей нет времени. Так вот, сегодня у нас с вами появится к концу нашей встречи в руках удивительное открытие, которое позволит нам, не затрачивая времени на себя, действительно приостановить эти процессы старения, равно болезни. Но начнем мы наше знакомство, наверное, все-таки с физиологией, и с того, как мы с вами состоим, и почему то, о чем мы будем говорить, сегодня важно. По сути дела, к концу нашей сегодняшней встречи, за эти полтора часа, которые будут разбиты на два этапа, ну вы почти закончите медицинский университет. Чем мы вас в конце и поздравим, наверное, дипломами или какой-нибудь очень вкусной регистрацией. Подходит такой формат? Давайте, друзья, ознакомиться с нами самими. Из чего мы состоим? Давайте вот так схематически изобразим человечка. Можно и носитель не добавить. Из чего человек состоит? Он состоит из систем. Вы, наверное, слышали, да? И медицина разбила нас на эти системы. Систем у нас всего лишь 12. 12 систем. Вы все знаете. Косномышечное, сердечно-сосудистое и так далее. Да, не суть важная, как они называются. Важно то, что все эти системы состоят из набора органов. То есть система не что иное, как вот такой себе наборчик органов. Ну, сердечно-сосудистое, вы представляете, из чего состоит, да? Наверное, из сердца и... Сосуд. Все очень просто. Пищеварительная система из того вот самого вьющегося кишечника, толстого, тонкого и так далее. И прям вот. То есть системы состоят из органов. Из чего состоят наши органы? Органы – это ткань. И что иное, как ткань, да? Вы все занимаетесь приготовлением пищи. Кто-то, возможно, и животной пищей. Знаете, что такое ткань. А вот из чего состоят ткани? Из клеток. Они, ну, вот уже грамотные, продвинутые люди, члены Кораллового клуба, которые действительно в теме ЗОЖ и постоянно посещают наши встречи, от аниме и здоровье, уже знают, из чего мы состоим. Мы состоим из клеток. То есть смотрите, что получается. Что человек есть набор клеток. Мы не набор системы, мы не набор органов. Мы есть набор клеток. И этих клеток у нас в организме триллионы. Ученые говорят, что их более ста триллионов клеток. И жизнь этой клетки постоянно происходит в динамике. То есть клетки нашего тела умирают и воспроизводят себе подобные. Сначала воспроизводят себе подобные, потом покидают наше тело. И клетки имеют очень разную продолжительность жизни от нескольких минут до нескольких лет. Например, как клетки костей. И вот что необходимо для того, чтобы мы функционировали нормально, достойно и правильно. Чтобы продлить свою молодость, чтобы иметь активное долголетие, чтобы не иметь болезни. Стоит ли заниматься отдельно органами или отдельно системами? Или, возможно, стоит создать для этой клетки те оптимальные условия, благодаря которым она будет постоянно функционировать как часики? Может же быть такое, да? Двичный двигатель-то, собственно, почти изобретет. Может быть? Конечно же, может быть. Поэтому клетку считают королевой нашего тела. И мы начнем с презентации этой самой клетки. Каким способом все-таки работает эта клетка? И поговорим мы с вами о уникальном открытии, которое получила Нобелевскую премию. Но об этом чуточку попозже. Сейчас мы посмотрим, как выглядит наша клетка живьем. Какая она красавица. Нет, Женя, нам надо слайды. Да, слайды. Пока еще не видео. Это секрет, который мы покажем. Очень интересный секрет для многих из вас открытия. Сейчас мы посмотрим, как выглядит клетка. Как же она работает? Мы говорим, обмен веществ, метаболизм его еще называют. А что это такое? Как это все происходит? Мы получаем с вами питательные вещества из продуктов питания. Как они попадают в нашу клетку? Возникал у вас когда-нибудь такой вопрос? Ведь клеток, представляете, 100 триллионов. Они мелкие. А как же это все происходит? Как они туда попадают? Как они выделяют энергию эти питательные вещества? Вернее, клетка выделяет энергию. Как потом выводятся токсины? То есть очень много таких вопросов. И что разрушает клетку? Это тоже очень важно знать, для того, чтобы мы знали, что нам делать, для того, чтобы сохраниться. Что разрушает клетку? В ВИЧ сегодняшнего времени мы говорим о том, что сегодня самое актуальное для человечества. ВИЧ сегодняшнего времени это стресс. Вы можете сказать, я и спокойный человек, наверное. Но как бы там ни было, мы все с вами подвержены стрессами. Давайте перечислим, какие могут быть у нас стрессы с вами сегодня. Я не говорю о глобальных. Вы посмотрели новости, у вас испортилось настроение, вы в стрессе. Может быть такой стресс? Может быть. Вы вышли на улицу, переходите дорогу, едет такой себе быстрый, вам пофа, вы подпрыгнули в этом светофоре. Стресс? Маленький, но стресс. Вы какое-то время находитесь в состоянии волнения. Вы пережили сильную эмоцию в виде радости. Для вашего тела, для вашего организма это тоже стресс. И что происходит во время этих стрессов? Я уже не говорю о курении, употреблении алкоголя, неправильном питании или питании, которое, возможно, содержит в себе какие-то токсические вещества в виде эмульгаторов, красителей, консервантов, едобавок и так далее. Все эти стрессы, и эти стрессы очень здорово влияют, очень сильно влияют, не здорово, да, слово здорово здесь не подходит, очень сильно разрушают нашу клетку. Что же они разрушают? Давай вернемся, Женя, к клетке. Немножко не на те слайды я рассчитывала. Хорошо, давайте тогда, Женя, там еще должны быть и не слайды, такая красивая, большая клетка. То есть, что происходит с клеткой? Смотрите, клетка, я прочитала одну шутку такую, что даже самый хороший человек, как минимум на 7-80% состоит из воды. Представляете, даже самый хороший человек состоит из воды. То есть, что это значит? Что наша клетка похожа на аквариум. И этот аквариум не что иное, как 80% вода, а остальное все какие-то твердые части. То есть, наша клетка находится в воде, в жидкой среде, в активной среде. И нашу клетку ежесекунда бомбардирует так называемые свободные радикалы. Кто такие свободные радикалы? Знаете, есть элемент в природе, без которого наша жизнь невозможна. То есть, не одна из причин, а единственная причина смерти человека, это когда клетка не получает кислород. Все остальное предшествует до этого. Да, Жень, вернемся к клетке. Вот, кто большой красивый. Наконец-то. Наконец-то. Первый слайд. Хорошо, пусть будет так. Ну, у меня другая версия. Ничего страшного. То есть, что происходит? Мы с вами не можем жить без кислорода. Мы никак не можем жить. Но проблема заключается, вот природа как-то так устроила, что кислород для нас является помощником, он является нашей жизнью, он является нашей энергией. В то же время он является причиной нашей смерти. То есть, его дефицит является причиной смерти. И сам же кислород способен нас с вами разрушать. Вот такой вот парадокс. Мы без него не можем, и в то же время он может нас разрушать. Каким образом? Мы вдыхаем с вами кислород. 95% кислорода идет на то, чтобы поддерживать нашу жизнедеятельность. А вот 5% кислорода образуют в нашем теле так называемые свободные радикалы. То есть, это такие агрессивные молекулы. Образуются они по причине тех факторов, которые я уже перечислила, частично перечислила. Употребление или злоупотребление медикаментами, например. Или злоупотребление какими-то другими вредными привычками просто усиливает эти факторы. И такого активного плохого кислорода у нас становится в теле больше. Называются эти вещества свободные радикалы. Если позволите, мы не будем вдаваться в химию, потому что кислород это молекула, которая окружена 8 атомами, 8 электронами. Электроны это отрицательно заряженные частицы. Вот потеря одного из электронов или наоборот по каким-то факторам добавления одного из электронов делает этот кислород опасным. Вот как-то так вот все в природе странно, мудроустроено. Потеря одного или добавление другого делает эту молекулу уже для нас опасной. И чем она для нас опасна? Вот эта самая клетка, вот если вот так на нее посмотреть, у нее есть оболочка, вы видите. И вот эти свободные радикалы постоянно бомбардируют нашу клетку. То есть каждую секунду нашу клетку атакуют около 100 триллионов свободных радикалов. Представляете, какая колоссальная цифра. Но она, собственно, для нас и не особенно опасна, звучит сильно страшно. Но она для нас не опасна по одной простой причине, что если у нас... Люди говорят, хороший иммунитет. Мы будем говорить, если у нас хороший отмен веществ, если мы здоровы, если мы нормально можем адаптироваться к внешней среде, нас это в принципе не разрушает, абсолютно не разрушает. Но если только есть какие-то сопутствующие факторы. Давайте мы думаем, какие сопутствующие факторы у живущих людей вот в нашем регионе. Экология. Самый первый фактор, который приходит во мной. Экология. Электромагнитное излучение, которое окружает вас в ваших квартирах, даже здесь в офисе провода, у вас у всех смартфоны, сейчас идет Wi-Fi, движение такое, да, электричество. Разрушает это нас? Разрушает. То есть есть дополнительные факторы, которые усиливают вот этот не очень приятный процесс. И таким образом происходит вот такая своеволода атака на наши клетки. И хочется рассказать еще об одном очень важном моменте. Жень, давай пойдем дальше. Еще об одном очень важном моменте. Вы увидели название, как называется тот момент, о котором я хочу сказать. Но прежде мы вернемся к истории. Мы вернемся с вами в 1957 год. И вы не вспомните этого ученого, мы не учили его в школе. Завод ему Кристиан Слоу, который открыл калий-натриевый насос. То есть что изучал этот ученый? Он задавался вот тем же вопросом, который мы задали вначале. Как происходит этот процесс поступления питательных веществ в клетку? И как они оттуда выходят в виде токсинов? Как это все происходит? Ведь клетка это оболочка. Возьмите воздушный шарик. Как воздушный шарик запустить что-то еще, да? Как это сделать? И вот он открыл калий-натриевый насос. То есть он показал и доказал, как это все происходит. И только спустя 40 лет, услышьте меня, 1957 и 1997 год, спустя 40 лет, этот ученый получил Нобелевскую премию за свое открытие. Не все так просто в нашей жизни. Истина, истина случилась через 40 лет. И только через 20 лет появились продукты, это 2017 год, которые полностью соответствуют той концепции, которую описал этот ученый. И мы о ней будем сегодня говорить. Итак, как происходит калий-натриевый насос, мы посмотрим коротенькое видео. Само название калий-натриевый насос говорит о том, что в этом процессе участвуют два элемента, калий и натрий. Вы знаете, если вы откроете интернет, или любой справочник по здоровому питанию, или справочник по витаминаминеральным добавкам, то вы увидите... Давайте посмотрим. Смотрите. Подошел натрий. Сигнал. Натрий вышел. Мембрана клетки открылась. Зашел калий. Сигнал. Клетка закрылась. Открылась. Закрылась. Открылась. Закрылась. Это просто чудо какое. То есть два вот этих минерала, находясь как братья, в то же время как антагонисты, один изгоняет другого. То есть, когда заходит калий, он вытесняет натрий. Когда заходит натрий, он вытесняет калий. И таким образом клеточная мембрана начинает открываться. Это как двери вашего дома. Открывается, закрывается. Вы спускаете гостей, выносите мусор. Вы спускаете гостей, приносите с рынка продукты, приготовили, открыли двери, вынесли мусор. Вот этот процесс, за этот процесс и был получен, получена Нобелевская премия. Этот процесс показывает нам, как все это происходит в клетке. Мы можем делать нашу презентацию дальше. Калий натрийный насос. Что за проблема поддерживать эту ситуацию? Поддерживать этот метаболизм, этот обмен веществ. Если вы посмотрите, как я уже сказала, в любой справочник, то вы увидите, что калия, то есть подразумевается, что у нас должен быть внутри калий и натрий. Правильно? Ну, естественно. Раз насос должен быть построен на этих двух элементах, калий и натрий. Ну, там еще нужна энергия, мы поговорим о ней позже. Где мы с вами можем взять калий? Есть ли у нас вообще дефицит калия? Ну, кто не знает, я вам подсказываю. Калий есть везде. Проблем вообще, честно говоря, с ним особо никаких нет. Потому что если вы перерискаете в справочнике, то вы увидите, что калий находится в продуктах растительного происхождения, калий находится в продуктах животного происхождения, в молочных продуктах. То есть он, его более чем достаточный. Но одна из проблем, знаете, заключается в чем? За последние 50 лет были проведены масштабнейшие исследования на предмет того, сколько в продуктах питания содержится тех или иных питательных веществ по сравнению с 50-летней давностью. И вы знаете, очень неутешительные цифры. Если вы сегодня отправите справочники, то почти все справочники по содержанию тех или иных элементов, минералов, написаны в 60-70-е годы. И, кстати, Википедия, которая публикует эти данные, у нее информация точная из тех же источников. И знаете, что самое неприятное, когда вы... Вроде как здорово, что у нас в интернете есть такой помощник под названием Википедия, но вам эта информация является ценной и важной до тех пор, пока вы не являетесь специалистом в этой области. Как только специалист в какой-то теме заходит в Википедию, открывая то, в чем он разбирается, он понимает, что этот источник под названием Википедия не имеет вообще читать никакого смысла. Это я вам маленькую такую ремарочку, поэтому если вы полностью доверяете интернету, будьте очень осторожны. То есть ищите информацию на проверенных источниках, которые являются специализированными в этой области, а не просто собранный материал, который кто-то вот как-то опубликовал. Так вот, калий есть абсолютно везде. Исследования показали, что за последние 50 лет снизилось количество питательных веществ практически на всех продуктах минимум на 50%. Это значит, что тот банан, который богат калием, или та же фасоль, или тот же шпинат, содержали 50 лет назад ровно в 2 раза больше грамм, да, калия, чем содержится сегодня. А калия в нашем теле, знаете, калий это минерал, элемент которого, макроэлемент, он, кстати, очень крупный, такой неповоротливый, это макроэлемент, которого в нашем теле больше всего. Больше чем калия, ну сначала вода, потом калия. Его у нас четверть килограмма, то есть 250 грамм у нас в теле калия. И знаете, где находится 95% всего калия? 95% он находится внутри, внутри клетки. Представляете, он не вот здесь находится, а находится внутри клетки. И парадокс еще заключается в том, что кто-то из вас после сегодняшней встречи решит пойти с понедельника сдать анализы на то, чтобы определить, достаточно ли у него калия, потому что вы сейчас увидите, какие причины возникают, если у нас дефицит калия. И анализ покажет, знаете что? Что у вас его норма. И знаете почему? Потому что так устроено наше тело. Если у вас вот здесь не хватает вот этих 5% калия, то клетка будет отдавать его в ваше межклеточное пространство. И когда у вас результат на риск крови на определение калия, у вас его будет норма. Здесь его будет не хватать катастрофически, а здесь будет норма. Но в клетку никто не залазит. И вы почувствуете дефицит калия только когда вот здесь уже будет критическая масса минус. То есть понимаете, как скрыты все эти процессы. Мы даже не подразумеваем, что может с нами происходить. Поэтому с одной стороны калия в природе много, с другой стороны усваиваем длину его. Я посчитала, что сегодня, чтобы получить суточную норму калия, которая кстати очень отличается в разных странах, почему-то люди одни. А потребности в калии нормы даются совершенно разные. Россия, например, говорит, что его гражданам достаточно 3500 миллиграмм, то есть 3,5 грамма в день. А вот Америка считает, что минимум 4700. То есть 4,7. То есть практически на 30 с лишним процентов разница. С одной стороны, какому источнику верить, значит, если мы каждый день не доедаем, скажем по американским меркам, то с нами может что-то произойти. А по российским меркам мы вроде как переедаем. Поэтому здесь тоже есть несоответствие. Главное опираться на собственное самочувствие. Давайте посмотрим, к чему ведет дефицит калия. 19-й элемент таблицы Менделеева. Отлично. Давай остановимся на функциях калия. Что делает калий в нашем теле? Поддерживает кислотно-щелочное равновесие, потому что это один из четырех минералов, которые являются щеночными. То есть когда человек попадает, не дай бог, в реанимацию, не ставят капельницу, то ему капает раствор с этими четырнями минералами, в том числе калия. Калий, магний, натрий, кальций. Все. Четыре минерала, которые поддерживают равновесие в нашем теле. Обеспечивают межклеточные контакты. Вот этот насос, который вы видели, это не просто вод питательных веществ и вывод токсинов. Это еще и прохождение нервных импульсов. Да? Поэтому это еще и наша с вами энергия. Обеспечивает биоэлектрическую активность клеток. Поддерживает нервно-мышечную возбудимость. Судороги и так далее. Это вот все к претензии к калию или к вам. Участвуют регуляции сердечных сокращений. Но вы, наверное, все знаете. Сегодня проблем с сердцем очень-очень много. Это и, собственно, продукты калия рекомендованы очень кардиологами. Да? Так же, как и омега, жирные кислоты. Поддерживает водно-солевой баланс. Почему он поддерживает водно-солевой баланс? Потому что он взаимодействует с натрием. Мы о натрии поговорим чуточку позже. Является катализатором при обвине углеводов и белков. То есть ваши обменные процессы. Когда мы говорим, я съел и тот же акул поправился. Да? А другой ест эти тортики и с ним ничего не происходит. Или с ней. Мальчиков обычно это меньше касается. Все больше как-то девочки на эту тему. Поддерживает нормальный уровень кровяного давления. Мало калия. Изменение в давлении. Повышенное, пониженное. Участие в обеспечении выделительной функции почек. Вот основные функции калия. К чему ведет дефицит калия? Посмотрите, на первом месте стоит вот эта вещь сегодняшнего времени. Это утомляемость, усталость и сомнливость. И это сегодня особенно распространено среди молодых людей. Утром встал, уже устал. Вы, наверное, слышали. И вы на своего сына или дочь. Что ты так долго спишь? Вставай. Она говорит, я не могу вроде и легла вовремя, а встать не могу. Утомляемость, сомнливость, апатия, психическое истощение. И в то же время гиперактивность и раздражительность. Но гиперактивность это не энергия. Это совершенно другие вещи. То есть вы знаете детей, видели иногда, слишком возбудимых детей. И можете понять, что это. То есть он прочитать не может, запомнить не может, выучить не может. Но в то же время являются очень активными. То есть активность и энергия это совершенно разные вещи. Боли в мышцах. Особенно ночные боли в мышцах. Когда у вас просто спазм или как это еще? Судорга. Называется это судорга. Нарушение сердечного ритма. Хронические запоры. И вы сейчас поймете почему. Мы дальше поговорим, почему. Калий провоцирует хронические запоры. Отечность ткани и нарушение дыхания. Давайте поговорим теперь о том несоответствии, которое произошло. Вернемся назад. Которое произошло еще назад. Еще. Отлично. Которое случилось в нашей жизни. По причине вот той эволюции, в которой мы с вами находимся. Калий, натриевый насос. Калий есть везде. Так задумано природой. И наше тело калий потребляет в достаточном количестве. И никогда не заботится о том, чтобы его удержать. Этот самый калий. Потому что ваш организм знает о том, что в обед поступит, на ужин поступит. И на завтрак. И все время этот калий у вас будет. А вот что такое натрий? Вы знаете, что такое натрий? У вас у всех дома на столе, на центральном месте стоит что? Соломка. У вас стоит соломка. В ресторан приходишь, стоит соломка. Прямо вот ода соли. Вы скажете, ну так нельзя же без соли? Конечно нельзя. Но человек не был рожден в окружении такого количества натрия. То есть когда человечество вообще зародилось, растения были, плоды были. А вот соли не было. Соль была очень редким явлением. Вы знаете, история знает, целевые войны. Вы знаете целые пути, по которым возили соль, да? Откуда пошло слово солдат? Соль дать. То есть вортовые, которые стояли на транспортных путях, где перевозили соль. И они требовали дань за то, что соль проедет по их территории. И в то же время требовали эту дань не деньгами, а солить. И вот даже отсюда пошло название солдат. Это я узнала, путешествуя по Западной Украине. Вот так нам рассказывал этот курсовод. Может быть, есть еще какая-то версия, я не знаю. Я услышала такую. Что же такое соль? То есть на заре нашей цивилизации калия у нас было более чем достаточно. Ну, здесь бананы один из продуктов, который содержит больше всего калия. А вот натрия у нас было очень-очень мало. И организм мы сгибаем так, что натрий он будет все время сохранять. Потому что он не знает, что его должно быть постоянно. Он не знает, что мы сейчас сделали соль предмет продукта номер один. То есть он все время удерживает натрий. Чем это, собственно, для нас опасно? То есть он знает, что он может завтра не получить этот самый натрий. А это же важно для калий-натриевого насоса. Поэтому натрий у нас в теле удерживается. Но натрий такой опасный минерал, такой опасный элемент. Он собирает вокруг себя воду. Он притягивает к себе молекулы воды. И поэтому он все время... Сам элемент маленький, но вокруг него всегда шарик с водой, капельки воды. Поэтому, когда натрий попадает в клетку, почему происходит этот насос? Когда натрий попадает в клетку вместе с водой, а клетке и так достаточно воды, она выталкивает натрий обратно. Она пытается от него избавиться для того, чтобы с ней не случился так самый астматический шок. То есть когда слишком много воды. Вы знаете, что такое шок, когда вы отекать начинаете, да? Ну, не вы, господи. Не вы, конечно же, да? Случается такое, да? Вот, появляется выраженная отечность, вызывают скорую помощь, и человека реально спасают, да? Потому что из-за отека нужно вообще погибнуть. Поэтому натрий, он все время находится вот в таком... Его организм сохраняет, он собирает на себе воду, и мы имеем эту самую отечность, да? Поэтому они все время с калием конкурируют. Что происходит сегодня? У нас все продукты практически переработаны раз. Калия содержится в продуктах почти всех, абсолютно всех, гораздо меньше. А натрия у нас достаточно. У нас даже в хлебе, вот она от натрия, да? В любых продуктах питания обогащенный. Посмотрите на этикетки, да? Хлорид натрия, вот она от натрия, еще какое-то натрия, просто поваренная соль. Полки с солью стоят, он все присаливает. И проблема не в том, что мы его едим. Мы бери, да, а не за него. Потому что это вкусно становится, да? Организм, помните, он хочет этого натрия. Ну, как бы он эволюционно заложен на то, что мы его хотим. А на самом деле мы, ну, как бы, нам не надо его столько. И у нас развился вот такой дисбаланс. И получается, что мы сами себе нарушаем вот этот, вот этот насос. И у нас клетка начинает функционировать неправильно. Из-за большого содержания натрия, да? То есть постоянно калия, калий получается тогда в дефиците. То есть происходит вот этот дисбаланс. Больше того, чего должно быть меньше. И из-за этого нарушаются все эти процессы. Я посчитала, для того, чтобы съесть суточную норму калия, по тем стандартной 50-летней давности нужно хотя бы килограмм фасоли в день. Это один из самых богатых продуктов по содержанию калия. Или можно заменить это шпинатом, хотя бы килограмм шпината. Но вы знаете, что даже 100 килограмм шпината имеют в такую приличную форму от вести. Это уже целая тарелка салата. Представьте себе, съесть килограмм. И это теоретически вы съедаете всего лишь половину нормы. Да? Рекомендованная суточная доза, где содержится калий. Женя, пойдем дальше. Пойдем дальше. Об этом мы уже поговорили. Как, вернись немножечко назад. Как мы теряем калий? Вы вспотели, вчера было жарко, сегодня свежо. Вы шли по улице, вспотели, вы потеряли калий. Вы занялись активной физической нагрузкой, вы потеряли калий. Вы не занимаетесь вообще никакой нагрузкой, вы теряете калий. Как вам такой парадокс? Вы выпили много чашек кофе в день, 3-4, вы потеряли калий. Вы выпили медикаменты, которые вызывают, ну, кардиологи часто назначают препараты, которые не являются диуретиками, да, мочегонными. Вы выпили мочегонные средства, вы потеряли калий. То есть мы его теряем постоянно. И вопрос в том, как мы можем с вами его усвоить. И 40 лет прошло, автор получил Нобелевскую премию, прошло еще 20 лет, и на рынке появился тот самый уникальный продукт, который мы все так ждали. Продукт, который может приявляться для нас эликсиром молодости. И мы поговорим о нем, но еще мы скажем об одной, если мы вернемся к нашему видео, то вы увидите, что для того, чтобы калий-натриевый насос, или, может быть, вы просто вспомните видео, которое мы вам показывали, что калий-натриевый насос имеет еще один третий элемент. Первый был какой? Калий. Второй был какой? Натрий. А третий, помните, я вот вам подсказывала, а там вот? АТЭЛ. Молекула энергии, да, то есть сигнал, должен быть сигнал. Это как зажигалка, как электричество, да, чтобы этот осмос происходил. Вот речь идет об этой молекуле АТЭЛ. Она сейчас подойдет к клетке, передаст свой сигнал, и каналец этот откроется или закроется. То есть АТЭЛ – это энергия, наша внутриклеточная энергия. У нас ее очень мало, и организм ее сохраняет всячески неправдами и неправдами, и не очень хочется с ней расставаться. Без этой энергии, ну, мы просто с вами не сможем жить. То есть она накапливается в процессе приема пищи. И смотрите, что происходит. Если калия у нас в организме, если энергии мало, если клетка АТЭЛ слабо заряжена, давайте назовем это так, то есть энергии мало, то калий не будет удерживаться в клетке, он будет больше выходить, чем оставаться. И у клетки не будет энергии. Вот поэтому сонливость, усталость и вялость являются первым признаком дефицита калия внутриклеточного. И повторяюсь, вы пойдете сгодите анализ крови, и у вас калия будет достаточно. Но внутри клетки его нету, а значит нет энергии. Поэтому этот баланс очень важен. Откуда же взять нам эту с вами энергию? Она берется в первую очередь из глюкозы. И главный компонент, который поддерживает эту энергию, это так называемый простой углевод рибоза. Откуда он берется? Мы никак ее не получаем из еды. Вот запомните это слово, рибоза, маленькая, красивенькая, все понятно. Мы не можем получить, если калию мы получаем из продуктов питания, натрий тоже, то рибозу мы никак не можем получить из еды, потому что ее нет в продуктах питания. Она вырабатывается в нашем теле в процессе переработки глюкозы. И вот эта рибоза накапливаясь, поддерживает клетку АТФ, клетку энергии в рабочем состоянии. Что сегодня предлагает Coral Club для нашей с вами молодости? Почему я говорю молодости? Потому что рибоза, присутствие в вашей клетке, если ее достаточно, она увеличивает этот метаболизм, обменные процессы на 300-400%. Если добавлять ее в ваш рацион питания каким-либо способом, она увеличивает энергию на 300-400%. И самое главное, что она в 7 раз увеличивает способность клетки воспроизводить себе подобные здоровые клетки. В 7 раз. А что это значит? Я как косметолог в прошлой жизни скажу вам вот такую вещь, что клетки кожи обновляются практически каждые 30 дней. Вы это наверняка знаете. А у младенца клетки кожи обновляются каждые 2 недели. То есть о чем это говорит? Что чем человек моложе, тем процесс регенерации, обновления клеток происходит быстрее. Чем человек старше, этот процесс затягивается на 60 дней. 14 дней, 30 и 60. То есть если ваши клетки обновляются раз в 60 дней, вы уже постарели здорово. Но мы не можем это отследить. Мы видим это только по отражению в зеркале. В виде наших морщин, тусклого взгляда и так далее. Поэтому, чтобы ускорить этот процесс, чтобы наша кожа была всегда молодой, чтобы сетчатка глаза была всегда молодой, чтобы наше сердце было всегда молодым и способно было качать все это, нам нужна быстрая возобновляемость клеток, быстрая их регенерация. И это дает ревоза. То есть ее присутствие в вашем организме, ее дополнительное присутствие увеличивает этот процесс аж в 7 раз. И что получается? Если вы сегодня зайдете в аптеку или на какой-нибудь сайт, который продает биологически активные добавки, вы увидите огромнейшее количество продуктов, содержащих калий. То есть вам предлагается уже сегодня очень много продуктов, которые в той или иной мере содержат калий, для того, чтобы вы пополняли свой рацион калия. Но вы уже поняли, имеет ли смысл вводить в ваше тело просто калий, если у вас в то же время много натрия, и если у вас нет этого вещества, которое запустит весь этот процесс, который даст энергию. Поэтому, вот то революционное открытие, о котором мы с вами уже, ну, члены травового клуба ожидали его уже около полутора лет. Потому что несколько лет шли разработки этого продукта, в течение полутора лет его уже дегустировали, опробировали, исследовали руководство и врачи компании, которые работают с нашим продуктом на себе. Ни на кроликах, ни на мышках, или сами, ели сами проводили исследования, собирали данные, кормили своих пациентов, добровольцев, собирали весь этот материал. И вот через полтора года этот продукт сегодня, 15 июля 2017 года, ровно через 20 лет после подтверждения Нобелевской премии этого открытия, поступает в продажу. То есть сегодня во всех странах Европы и Украины его уже можно купить. Остальные страны СНГ купят его чуточку по коже. То есть у нас реально здесь уникальная возможность. И что это за продукт? Продукт, который имеет в своем составе, это не просто продукт, это не просто препарат, содержащий калий. Это вот такое три единства. Называется этот продукт Пентакан. И он содержит калий в биодоступной активной форме, витамин С, который является активатором всех процессов, тогда калий распадается на две органические кислоты и усваивается на 100%. То есть в шипучем растворимом виде, вы сейчас посмотрите, как это делается, этот продукт усваивается на 97,5% вашими клетками. Не проходит через кишечный барьер, потому что пройти через кишечный барьер, это еще пройти, это просто поступить вот сюда. А попасть в клетки, это совершенно другой процесс. Этот продукт содержит ту ревозу в достаточном количестве, о котором мы говорим, вот во всех этих соотношениях. И употребляется очень просто. Шипучая форма позволяет вот это делать такую усвояемость. Многие члены группа знают, что у нас уже есть два продукта, которые являются фиксером молодости. Это Coral Mind и антиоксидант T-500, который защищает наши клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов вне клетки. А сегодня у нас с вами появился продукт, который способен будет защищать нашу клетку внутри, восстанавливать ее, если она уже повреждена, если она уже значительно подвержена этим свободным радикалам. Соответственно, вот этот процесс омоложения и поддержания. Ну, вот у меня в руках фиксером молодости 100%. Три вот этих продукта. Давайте посмотрим, как это готовится. Если вы будете добавлять этот продукт в коралловую воду, знаете, что такое коралловая вода, то, ну, вам будет лучше. Небольшое количество, сколько вы можете выпить, там 100 грамм, например, да? Одна-две таблетки в день мы будем экономить на себе. И ровно одна минута достаточно для того, чтобы таблеточки растворились. Посмотрите, как шипит. Практически никакого вкуса. Практически никакого вкуса мы уже попробовали. То есть вам будет приятно его употреблять. Лучше с утра натощак сделать это. Одна-две таблетки в день. Если вы очень переживаете за свое самочувствие, если у вас есть какие-то серьезные проблемы, вы можете проконсультироваться, естественно, со своим врачом, показать ему эту упаковочку, где указан полностью весь состав этого продукта, и начать на прием-прием этого продукта с одной четверти таблетки. Так рекомендует немецкий ученый, который уже непосредственно создал этот продукт. Через 4 дня он рекомендует перейти тогда на пол таблетки. И если вы прекрасно себя чувствуете, то можете переходить в дневную дозу одна-две таблетки в день буквально через 2 дня. Я попробовала две таблетки сразу. Стою перед вами. Вроде, не вроде, а просто все замечательно, правда, да? Опа-ка, да, выросли новые ресницы, волосы. Нет, я реально себя прекрасно чувствую, у меня уже есть большой опыт и мнение тех людей, которые, ну, скажем так, уже потребляют этот продукт достаточно давно. Кому показан эндакан? Давайте вместе с вами подумаем. Кому он показывает? Ну, как бы всем, каждый говорит всем, но, наверное, и не мне, да? Женя, кому у нас показан пентакан? Вы знаете, секундочку, Женя, вернись, пожалуйста. Вот не зря такой образ к ракете, верни нас. Вот не зря такой образ сделали аналитики. Пентакан — это несущаяся такая вот лодка, репоза в качестве энергии, витамин С, в качестве создателя активного вещества. И вот этот калий, который как ракета внедрится в вашу клетку и даст все эти позитивные изменения, на которые мы с вами надеемся и которые будут 100%. Кому же у нас показан пентакан? Всем, кто активно занимается физическими упражнениями. Вы уже поняли почему, да? Потому что калий, помните, насос, клеточный насос, очень большое количество калия сосредоточено в мышцах. Почему? Потому что любая физическая нагрузка — это сокращение мышцы. Помните, у нас было хронические запоры, как следствие дефицита калия. Почему? Потому что кишечник — это тоже мышца, которой необходимо сокращение. И если недостаточно у нас этих элементов, то нет самого процесса сокращения. То есть ни клетка не сокращается, ни мышца не сокращается. Потому что, помните, ткани состоят из клеток. Клетка сокращается, сокращается вся ткань, работает в весь орган, то есть прямая кишка. Понятен механизм, да? При регулярном употреблении кофе, шоколада и алкоголя. Не будем комментировать. Почему? Людям, часто испытывающим нервное напряжение, стресс. При неполноценном питании, частном употреблении соленой пищи, вы уже поняли почему. Много натрия, мало калия. При повышенном риске развития проблем сердца. Хочу сказать два слова еще о регозе, которая содержится в этом продукте. Сама по себе вы можете найти регозу в магазинах спортивного питания отдельно, как углевод регоза, да, для поддержания энергии. Сама по себе регоза никогда не поможет вам исцелиться от каких-либо проблем, ну, скажем так, от болезни. Она не является лечебным продуктом, где ничего не происходит. Но когда у вас есть проблемы в теле, и вы начинаете потреблять регозу, она дает энергию для того, чтобы справиться с этой проблемой. Это доказано уже в многочисленном исследовании. То есть здоровому человеку самостоятельно ее употребление – это повышение иммунитета в нашем языке, да, улучшение обменных процессов. Это дополнительная энергия. Но она не является чем-то лечебным. Но в сочетании вот в таком активном состоянии с витамином С и с калием это все дает, ну, просто фантастический результат. Что у нас еще есть интересного? Круть здоровью клеток. Что для меня, вот лично для меня этот продукт, это для человека, который уже много лет занимается красотой здоровьем. Человечество всю жизнь искало экстремолодости. Ну, реально, всю жизнь искало, да. Мы не хотим сегодня стареть, потому что жизнь настолько разнообразна, настолько богата, мне столько всего интересного, столько нужно увидеть, прочитать, сделать, написать, поехать, посмотреть, что как-то не хочется, знаете, выйти на пенсию и вдруг понять, что у тебя времени много, а сил уже нет, не на все эти, даже сил нет на почитать. Почитать можно, запомнить невозможно, что ты прочитал, да. Такое тоже бывает. Люди в пожилом возрасте много-много читают. Что ты читаешь? Я не помню название, что я читаю. О чем мне? Ну, интересно. Ну, просто я сама уже приближаюсь к этому возрасту, поэтому с такими людьми общаюсь. Да, интересно, но о чем не помню, да. Так вот, чтобы нам приостановить с вами этот процесс, у нас сегодня есть в руках вот этот замечательный продукт. Я вам его очень рекомендую. Начинайте пробовать его. Нужно ли его пить всю жизнь? Вы сами, наверное, себе ответите на этот вопрос. Наверное, сами ответите на этот вопрос. Как долго вы хотите оставаться активным, здоровым, молодым? Можно ли его детям? Конечно, можно, да. То есть не надо взрослой дозировки. Конечно, можно, тем более, если вы занимаетесь правильным рациональным питанием. Прошу любить и жаловать Пентакам, Коралл Клаб. 21 рынки. 300 гривен в украинских деньгах у коковка. 20 штук. Прямо сейчас уже начинается продажа. Прямо сейчас. Я была первая, которая купила, а вы будете следующими. И я предлагаю вам сейчас остаться на своих местах и ознакомиться с информацией, которую мы будем презентовать вам дальше. Речь будет идти о той системе, которая позволит вам все время оставаться в состоянии здоровья. Независимо от того, какого вы сегодня возраста, с какой проблемой в жизни вы столкнулись, вы реально можете вернуться на путь здоровья. Независимо от того, что сегодня вас беспокоит. И в конце этой презентации вас ждет очень вкусная дегустация некоторых продуктов. И я приглашаю на свое место. Это очаровательная, умница, эмоциональная, красивая. Мне больше всего вдохновляет в этом человеке то, что несмотря на свой юный возраст, когда обычно люди...